Глава 5. Подзаголовок 13. Оживший монстр принимается за свое дело. Глава 6. ООП. Глава 6. ООП. Ясер Абет Рабо, один из лидеров этой фракции, состоящий членом исполкома ООП, возглавлял палестинскую группу на переговорах с США, проходивших после того, как Вашингтон заявил о своей готовности начать диалог с ООП. Израиль выразил в связи с этим свой протест, однако американская администрация предпочла его проигнорировать. ООП, чья наглость лишь возросла благодаря сдержанности американцев, как в 1970 году благодаря нерешительности короля Хусейна, решила усилить атаки. В мае 1990 года, в день еврейского праздника Шавуот, на пляже Телевива было совершено нападение с моря. Входящая в ООП фракция Абу Аббаса направила к израильскому побережью несколько гоночных моторных лодок, на каждой из которых находилась группа вооруженных до зубов террористов. Они ставили перед собой простую и циничную задачу – убить как можно больше отдыхающих на пляже израильтян и туристов. В районе, где предполагали высадиться на берег террористы Абу Аббаса, расположены крупнейшие тель-явивские гостиницы и посольства США. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, бойню на пляже удалось предотвратить буквально в последнюю минуту. Террористы сбились с курса и приблизились к берегу южнее Телевива, в районе Ницаним. Они были своевременно обнаружены израильскими ВМС и на относительно пустынном участке прибрежья солдаты Цахала быстро подавили их сопротивление. К несчастью для ООП, эта акция оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения американской администрации. К тому времени в США был уже принят закон Макка Либермана, предписывающий Госдепартаменту ежеквартально информировать Конгресс о том, в какой мере ООП соблюдает принятые на себя обязательства по отказу от террора. Террористическое нападение на израильское побережье, вызвавшее повышенное внимание Конгресса и средств массовой информации, вынудило администрацию США прервать политический диалог с ООП, который продолжался к тому времени уже около года. Однако лидеры ООП созвали многолюдную сессию ПНС в Алжире, утвердившую столь замысловатые политические формулировки не только для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение на Западе. Вызакопоставленные деятели ООП настойчиво утверждали в арабской прессе, что Алжирская сессия 1988 года явилась реальным форумом высшего представительного органа палестинцев, в ходе работы которого были приняты решения, имеющие важное практическое значение. 8 января 1989 года, через несколько дней после Женевского выступления Арафата, член ЦК «Фатха» и бывший представитель ООП в Саудовской Аравии Рафик Натше объяснил смысл решений, принятых в Алжире. «Наш нынешний политический подход основывается на поэтапном плане уничтожения Израиля». Его слова явились откликом на заявление Абу Ияда, сделанное накануне Алжирской сессии ПНС, когда зампредседателя ООП сказал «Мы должны выступить с политической инициативой, которая не несла бы ничего нового по сравнению с поэтапным планом. Эта инициатива должна обеспечить нам новые средства для выполнения поэтапного плана». Сразу же после Алжирской сессии ПНС Абу Ияд удовлетворенно констатировал «Новые решения Палестинского национального совета представляют собой усовершенствованную версию поэтапного плана, принятого в Каире 14 лет назад. Этот план не дорабатывался в течение минувших лет, и у нас не было механизма для его реализации. Сессия ПНС в Алжире вдохнула новую жизнь в поэтапный план и обеспечила условия для его осуществления». Что же это за поэтапный план, о котором столь часто говорят лидеры ООП? В первые годы после основания палестинской организации ее лидеры верили в то, что Израиль будет уничтожен одним ударом, если только им удастся спровоцировать глобальную войну между арабскими странами и еврейским государством. Даже позорное поражение, которое потерпели арабы в 1967 году, не заставило лидеров ООП отказаться от веры в скорое и непременное уничтожение Израиля. Им казалось, что стоит арабским государствам прийти в себя и перевооружить свои армии, и Израиль будет наконец уничтожен в ходе согласованного военного наступления арабской коалиции. В 1973 году Египет и Сирия внезапно атаковали Израиль в самых выгодных для себя условиях, однако и эта война доставила лидерам ООП несказанное разочарование. По сути дела, исход войны судного дня был для них еще более болезненным и досадным, чем сокрушительное поражение 1967 года. Ведь теперь король Хусейн, войска которого были отброшены в ходе шестидневной войны на восточной береге Ордана, остался в стороне и не присоединился к военному союзу Сирии и Египта. Обладая необходимой стратегической глубиной на Синая и Голландских высотах, Израиль доказал свою способность выдержать и отразить внезапное арабское нападение. Несмотря на тяжелые начальные условия войны, Цахал перехватил инициативу, перенес боевые действия на территорию противника и через три недели оказался на подступах к Каиру и Дамаску. Мечта лидеров ООП об освобождении в кавычках Хайфы и Яфу никогда прежде не была столь далека от своего осуществления, как в 1973 году. Через несколько месяцев после военного поражения Сирии и Египта в Каире собралась сессия Палестинского национального совета, участники которой намеревались обсудить создавшуюся ситуацию и принять новые стратегические решения. В свете результатов безуспешной арабской кампании сессия ПНС пришла к выводу о том, что уничтожить Израиль военными средствами невозможно, пока еврейское государство существует в границах, установленных в ходе шестидневной войны 1967 года. Для достижения стратегической цели ООП необходимо прежде всего добиться того, чтобы Израиль вернулся к своим прежним уязвимым границам, позволяющим арабам нанести ему смертельный удар. Таким образом, родился поэтапный план ООП, утвержденный сессией ПНС 8 июня 1974 года.